Два часа дня на Дону Вы слушаете радиостанцию FM на Дону в студии Инбилан и Марина Орлова Здравствуйте, за звукорежиссерским пультом Сергей Гужев И сегодня у нас в гостях обладатель шикарного бархатного баритона Алексей Брянцев Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, Алексей Поговорим мы сегодня о том, как добиться успеха в шоу-бизнесе и важно ли для артиста иметь музыкальное образование И работаем мы в прямом эфире 200 ровно 2519 Вы можете сегодня звонить в нашу студию, задавать вопросы Алексею Брянцеву Также пишите нам в WhatsApp 8938-165-107 Сегодня мы разыгрываем 4 билета на концерт 6 билетов Это хорошая новость На концерт Алексея Брянцева, который состоится сегодня в Доме офицеров в 19.00 Ну что ж, звоните, дорогие друзья, выигрывайте билеты и с удовольствием идите на концерт Алексей, на ваших концертах в любом городе у вас всегда аншлаг Зрители не устают рукоплескать и танцевать С чем вы сегодня приехали в Ростов? С новой программой Что за программа? А если честно, я даже не знаю название, какое название выбрали Потому что их название на данный момент два И, если я не ошибаюсь, я живу от тебя до тебя По-моему, так Не обращал внимания на афиши по городу расклеенные Но я думаю, будет интересно Это новый альбом, презентация нового альбома, правильно? Есть чем похвалиться, есть чем поделиться Песня о любви? Ну, как всегда Как всегда Ну, мы думали, мало ли, может быть, какие-то эксперименты Об этом мы поговорим немножечко позже Позже и, наверное, сейчас мы зададим вопрос нашим слушателям Итак, чтобы выиграть билеты на концерт Алексея Брянцева Ответьте, пожалуйста, наши слушатели нам на такой вопрос В каком городе родился Алексей Брянцев? Мы ждем ваших ответов по телефону 200, ровно 2519 Звоните в нашу студию и отвечайте на этот вопрос И обязательно выиграйте билеты Алексей, скажите, пожалуйста, правда ли, что в детстве вас заставляли Учиться в музыкальной школе? Или это все-таки неправда? Ну, не совсем так Вы знаете Чтобы немножко, ну, как правильно даже сказать, не знаю От улицы спасти ребенка-хулигана Родители меня решили отдать там в различные секции Музыкальные школы и так далее Я очень многим занимался И посещал там огромное количество всяких кружков и занятий Вот, ну, потому что, сами понимаете, да Мальчику интереснее на улице и во дворе всегда Поэтому, ну, как-то, если быть честным, не совсем привязалось ко мне это музыкальное образование Вот сейчас, сейчас бы я занялся уже осознанно этим А в детстве... То есть вы ходили, ну, как бы так, из-под палки Ну, да, чтобы не обижать родителей Но все-таки скажите, все-таки ваше музыкальное образование Вот рады вы, что вы его получили? Благодарны родителям? Все-таки у родителей были благие цели Благие цели, да Ну, вы знаете Может быть, может быть Какая-то положительная черта в этом есть Но я, опять же, повторюсь На тот момент это было все так неосознанно Поэтому я не понимал вообще, что я делаю И очень часто пропускал Но, тем не менее, закончил Ну, это глупо По многим, да Я все время пропускал Ни на одном, ни на одном занятии не был Но закончил Но закончил И есть у нас телефонный звонок Готовы ответить наши слушатели на вопрос Алло, здравствуйте Алло, здравствуйте Здравствуйте Как зовут вас? Меня зовут Лариса Я живу просто Ага, очень приятно Лариса, вы готовы ответить на вопрос? Ну, если вы повторите, чтобы я его не в середину только Лариса, да, давайте мы с удовольствием повторим Итак, в каком городе родился Алексей Брянцев? Ну, значит, я все полностью слышала В Воронеже Ура, мы вас поздравляем Поздравляем, Лариса Получи, можно скажу, что в 84-м году? Так, конечно, говорите Ну вот, 84-м году А-а-а Ну, мы вам все рассказали Это же год проживания Я еще и больше знаю, но не буду говорить Лариса, я вас боюсь Спасибо, Лариса А я вас нет Обязательно Приходите сегодня вечером на концерт Сейчас мы расскажем Мы с вами свяжемся, да, расскажем, как вы сможете забрать свои билеты Телефон прямого эфира 200 ровно 2519 Звоните, задавайте вопросы Тут еще вопросы, да Ну, что-то еще хочется узнать Конечно, узнать или поделиться своей историей Алексей, но все же после школы вы не пошли по музыкальному пути Нет Пошли, вот, инженер, там что-то нефть и газ Почему? Хотел в армию Для родителей снова это стало таким Шоком Шоком и сюрпризом Какая может быть армия, когда все одноклассники идут в высшие заведения учебные Пошел в технический вуз с военной кафедры Закончил я авиационный факультет по специальности инженера нефтегазового дела Ого Серьезно? Вот хоть пригодилось образование вообще никак Позже, общаясь со своим деканом факультета, как он мне сказал, из всех его выпускников только два студента пошли работать по специальности На протяжении вообще существования факультета Да, факультета и этой специальности А почему? Вроде бы так все перспективно Очень солидно Очень Но музыка солидней Вот так Ну да А мне вот кажется, я вот прям улавливаю, такой некий протест Ваш протест Вот все-таки была в детстве музыка, музыка, какие-то крышки А вот я сейчас как выберу? Как закончу? Вот Ну, не знаю, не знаю, можно спорить с этим, не знаю даже, как правильно ответить Ну что ж, спасибо большое, Алексей Мы напомним нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня Алексей Брянцев И по-прежнему мы работаем в прямом эфире 200, ровно 2519 Обязательно звоните в нашу студию, у нас еще будут вопросы Или пишите в WhatsApp 8-938-165-107 Да, еще будет возможность выиграть билеты Но сейчас мы предлагаем послушать песню в исполнении Алексея Брянцева Субтитры сделал DimaTorzok Я не хочу обманывать себя, других целуя А этот мир пустыня без тебя, где я тоскую Твоя любовь и нежность до зари, твои рассветы Но друг мой скажет, ты ее сотри Мне не хватает твоих глаз Мне не хватает твоих губ Твоих Мне не хватает твоих глаз Мне не хватает твоих глаз Твоих полночных слез И очень нежных рук Твоих Я не хватает твоих глаз Я не хочу придумывать предлог Тебя увидеть И видит боль Я очень одинок В огромном мире Я так хочу Что ты вернулась вновь Как южный ветер И друг мой И друг мой скажет, значит, есть любовь На этом свете Мне не хватает твоих глаз Мне не хватает Мне не хватает твоих губ Мне не хватает твоих глаз Мне не хватает твоих губ и очень нежных рук Твоих Мы вновь в студии, с вами по-прежнему Марина Орлова и Инна Билан. И в гостях у нас сегодня Алексей Брянцев. И только что мы послушали песню «Мне не хватает твоих глаз». Напомню, что мы по-прежнему работаем в прямом эфире. 200 ровно 2519. Вы можете звонить в нашу студию, задавать вопросы Алексею Брянцеву. Также еще будет возможность выиграть билеты на концерт. Алексей, есть у меня такая информация, в которую очень сложно поверить, что эта песня была написана буквально за несколько минут. Правда ли это? Да, совершенно верно. Песня была написана Брянцевым-старшим. Это продюсер проекта. Да как-то все, знаете, не специально получилось. Очень быстро приехал на студию. И вот, ну можно сказать, из пальца как-то быстро выдвинулась. Фраза была, попробовали, записали, и все получилось. Очень все быстро и спонтанно. Никто специально не придумывал никакие рифмы и фразы. Как-то вот, ну знаете, мне очень сложно рассуждать о написании, потому что все-таки всем написанием текста занимается больше Брянцев-старший. Поэтому честь и хвала ему за такой талант. Здорово, песня стала хитом. Да, и наши слушатели ее очень любят. Очень любят, часто заказывают, да. Напоминаю нашим слушателям, работаем мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 200, ровно 2519. И теперь, внимание, момент второго вопроса. Ответив на него, вы сможете пойти на концерт сегодня Алексея Брянцева. По классу какого инструмента Алексей закончил музыкальную школу? 200 ровно, 2519, звоните, отвечайте. Я так серьезно спросила, я помню, так что только... Машекальная школа, ты серьезно? Ой, нет. Алексей, скажите, пожалуйста, наверняка вам часто приходится слышать отзывы о своем голосе? Часто. Какие отзывы вы слышите? Ну, как правило, положительные, да, какие-то хвалебные моменты. Ну, вы знаете, я специально не занимался, не ставил, не занимался ни с педагогами по вокалу. То есть, это вот, чем родители наградили природу, вот так оно и есть. Поэтому никаких специальных, я говорю, занятий не было. Поэтому пользуюсь голосом как могу. Ну, смотрите. Можно слушать и слушать. Да, согласна. Ну что, вот прям с детства у вас был уже низкий голос по сравнению с другими? Со средней школы. Со средней школы, лет с 12, с 13. Мутация, вот, да, наверное, голоса. Да, когда сломался голос. Учительница по истории очень любила меня спрашивать на уроках. Я бы тоже не слушать, если не любила спрашивать на уроках. Есть у нас ответ на вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Сурен. Всем хорошего дня. Сурик Лакшери. Я думаю, что это все-таки скрипка. Не угадали вы, Сурен. Нет, Сурен. Не угадали. Нет. А будут у вас еще варианты? Попробуйте еще, да. Ну, давайте попробую еще. На самом деле, очень бы хотелось сходить на концерт. Давайте подумаем. На самом деле, все очень просто. Очень. Вот подумайте, все очень просто. Фортепиано тогда, наверное. Да, не совсем. Фортепиано добавьте. Фортепиано. И еще кое-что. Еще инструмент. Еще. Ну, угадал человек, угадал. Инна, ну ты сегодня, я не знаю, даже Алексей принимает. И еще аккордеон. Я аккордеон. Дайте догадаюсь, подождите. Это аккордеон. Ура! Вы идете на концерт. Поздравляем вас. Сегодня вечером вы идете на концерт. Мы обязательно расскажем вам, как вы можете забрать ваши билеты. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Замечательная музыка. Спасибо большое. Да, в таком же духе. Спасибо большое вам. Всего хорошего. Напоминаю, телефон прямого эфира 200 ровно 2519. Звоните, задавайте вопросы, отвечайте на вопросы. А также, напоминаю, есть у нас WhatsApp. Номер его 8 938 165 100 и 7. Ждем ваших сообщений. Алексей, несколько лет назад вас сравнивали с Михаилом Кругом. Как сейчас обстоят дела? До сих пор это происходит. До сих пор все-таки. Ну, немножко все-таки эта легенда развеялась какая-то. Да, потому что, ну, во-первых, работа с Ирой Круг была, поэтому как-то это все привязывалось, да, сравнение с голосом. Очень много коллег по цеху относились к этому ревностно. Вот. Как это у него такого голоса нет, да? Вот в этом плане? С такими нехорошими высказываниями, да, приходилось меня на различных фестивалях выслушивать. Но если как-то более профессионально и более тщательно подойти к этому вопросу, у меня голос гораздо ниже, чем у Михаила Владимировича. Вот. Да. Поэтому мне даже, я пытался исполнить некоторые песни его, и мне очень сложно петь его песни, поэтому я думаю, что здесь можно все сравнения развеять. Может быть, какие-то там общие, знаете, созвучия вот эти низкие тембральные есть, но не более того. Спасибо большое, Алексей. Есть у нас еще один телефонный звонок. А вот здравствуйте. 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 Здравствуйте, пожалуйста. Значит, меня звать Антонина. Так, Антонина. Я, значит, просто в восторге от его голоса, от его песен. Бросаю все, бегу на блюде. Ну, так редко, девочки, вы его включаете. Ну, понимаете. Почему? Почему? У нас каждую программу передач, Алексей, звучит практически. Ну, редко, редко. И вообще все вот эти, которые приходили на вашу передачу, практически не звучат. Ну, пожалуйста, включайте их почаще. Хорошо, Антонина. Жалко, что я такая старенькая бабушка, но я в него влюблена. Хорошо, Антонина, обязательно будем ставить песню Алексея Брянцева. Ну, почаще. Ну, почаще призналась в любви Алексея Брянцева. Почему он просит, чтобы чаще включались? Хорошо, и сегодня обязательно мы еще послушаем песню в исполнении Алексея Брянцева. Алексей, вот такой вопрос. Напомню тоже слушателям, что работаем мы в прямом эфире. 200 ровно 25.19. Через несколько минут еще один вопрос зададим, чтобы выиграть этого через несколько минуты. Да. Алексей, вы уже затронули тему сотрудничества с Ириной Круг. У вас действительно очень много песен, несколько альбомов с Ириной Круг. Если вспомнить, с чего начиналось это сотрудничество, как вы друг на друга вышли? Брянцев старший, опять же, он придумал. Это очень было много вариантов в дуэтной работе. Рассматривались варианты из Софьи Михайловна Ротару. Да, даже вот так было. Я бы с удовольствием, конечно, поработал, но, к сожалению, вариант своего старшего виднее было. Да, но все-таки все прекрасно понимают, для чего это было сделано. Да, это дуэтная история. Сейчас, на данный момент, с Еленой Касьяновой мы работаем. Вот. Что это за девушка? Я хотела как раз-таки спросить, кто она, откуда она. Это девушка, которая просто продолжает дуэтную историю. Так как с Ирой мы работаем сейчас раздельно, у нее своя сольная карьера, у нее своя, да. И дуэты на концертах зрители и слушатели просят, вот, поэтому вот эта барышня исполняет роль Ирины, да. А вы, кстати, имеете право, да, петь песни вот дуэтные, которые с Ириной записывали? Так эти все песни принадлежат проекту брянцев. А все-таки с Ириной Круг вы поддерживаете отношения? Конечно, конечно. То есть, софранились дружеские хорошие отношения? Ну что ж, я думаю, что пришло время нам задать третий вопрос. Итак, дорогие наши слушатели, слушайте внимательно. Очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Любимый вид спорта Алексея Брянцева. Звоните нам по телефону 200 ровно 2519. Ждем ваших звонков. По-прежнему работаем в прямом эфире. Ну что, песню послушаем или звонка? Давай поговорим. Да, поговорим. Алексей, вот знаете, такой вопрос. Не знаю, как вы отреагируете на него, честно скажу. Я очень читала много комментариев и мнений о жанре, в котором вы поете. Но мне, например, ближе все-таки мнение, что это шансон. Но есть комментарии, которые, честно сказать, меня удивили. Например, я сейчас даже процитирую. Лирическая поп-музыка. Что вы мне это скажете? Лирическая поп-музыка. Ну, действительно, вы знаете, четкого понимания, что такое шансон вообще, я не слышал ни разу ни от кого. Потому что вот, ну нет таких рамок, знаете, вот от сих и до сих. Это шансон. А все, что дальше, это попса, там, либо рок, либо какие-то другие музыкальные направления. Сейчас прекрасно все понимают, и слушая там радиостанцию, даже шансон, да, там столько всего звучит интересного, что я никогда в жизни не подумал бы, что это можно отнести к этому жанру. Ну, да, потому что, ну, сами понимаете, если звучит Потап и Настя Каменских на радиостанции шансон, то это уже... Какой может быть шансон, да? Да, какой может быть шансон, ну, я не знаю, да. У нас, наверное, как правило, все-таки больше слушатель привык этот жанр позиционировать вот с теми исполнителями, наверное, с мэтрами даже, да, Александр Яковлевич Разенбаум, Шафутинский, тот же Михаил Круг, да, и Высоцкий. Вот все-таки, наверное, привязка к жанру больше от этих исполнителей идет. Ну, а мы сейчас, то, что мы делаем, я не знаю. Но Вы себя не загоняете в какие рамки, да? Да, я не могу охарактеризовать точно наше направление. Ну, да, наверное, больше поп-музыки присутствует, да. Спасибо за это. Вот, а я выиграла спор, кстати. Мы всегда перед интервью обязательно с тобой должны поспорить, и то мы с традицией. Да. Ну что ж, 200 ровно, 2519, телефон прямого эфира. Любимый вид спорта Алексея Брянцева прям в ступор поставил, слушая наши слушатели. А я думаю, что пока наши слушатели думают, может быть, мы и песню послушаем в исполнении? Нет, есть у нас телефонный звонок. А, есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, меня зовут Ирина. Очень приятно, Ирина. Вы готовы ответить на вопрос? Ну, я могу предположить, так как у нас чемпионат мира по футболу сейчас предстоит, все об этом говорят. Я думаю, что Бали за футбол, ну, в смысле, увлекается футболом и любит футбол. Ура! Что, Алексей? Да, вся вера. Ура, ура, ура. Вы идете на концерт Алексея Брянцева. Поздравляем вас. Поздравляем вас, Ирина. Вы идете на концерт, а мы слушаем песню. Поздравляем вас, Ирина. Моя любовь не стоит громких фраз, Но я пою для вас пока из силы, И так хочу поднять бокал сейчас За вас, любимых, за вас, красивых. И так хочу поднять бокал сейчас За вас, любимых, за вас, красивых. Я выпью, женщины, за вас, коктейль из нежности и счастья. Добавлю много жгучей страсти И яркий блеск счастливых глаз. Я выпью, женщины, за вас, Чтобы судьба прогнала горе, Любви цветов, улыбок море. Я выпью, женщины, за вас, коктейль из нежности и счастья. Я все отдам за близость ваших глаз, За тот пожар в душе необъяснимый. И вновь хочу поднять бокал сейчас За вас, желанных, за вас, любимых. И вновь хочу поднять бокал сейчас За вас, желанных, за вас, любимых. Я выпью, женщины, за вас, Коктейль из нежности и счастья. Добавлю много жгучей страсти И яркий блеск счастливых глаз. Я выпью, женщины, за вас, Чтобы судьба прогнала горе, Любви цветов, улыбок море. Я выпью, женщины, за вас, Продолжается прямая эфира на FM на Дону. Мы тут посмеялись немножечко. И мы с вами по-прежнему. И Марина Орлова. И в гостях у нас Алексей Брянцев. И есть у нас вопросы в WhatsApp. Очень мало времени. Алексей, здравствуйте. Когда вы приедете в Краснодар? Здравствуйте. Сегодня выезжаем после концерта в Ростове. Завтра будем в Краснодаре. Встречайте. Алексей, а он будет завтра в Краснодаре выступать для вас. А сегодня для нас в Ростове. Вот так. Ура, ура, ура. Так, мы все билеты разыграли. Да, билеты разыграли. Но у нас еще есть несколько вопросов. Алексей, скажите, пожалуйста. Я читала, что вы занимаетесь, я могу здесь ошибиться в ударении, стендовой и пулевой стрельбой. Все верно? Все верно. Почему именно такой вид отдыха вы выбрали? Ну, это даже не вид отдыха. Вообще это относится к спорту. Даже у нас. Вот. Ну, лично я занимаюсь это в качестве практики и тренировки перед выездом на охоту с друзьями. А, охотник. Вот оно что. Все понятно. А то изначально... Охотник. Любитель. На что уходитесь? На кого? На копытных. Ого. Угу. Много разных комментариев. Да, вы наверняка слышали, да, по поводу наших футболистов. Но я все равно верю. Я все равно верю, что у нас получится. Сделать их всех, да? Ну, не всех. Ну, получится. Смотреть будете на стадионе или все-таки по телевизору? Вот на этот вопрос мне сложно ответить. Не знаю, где я буду находиться на момент чемпионата мира. Хотелось бы, конечно, на стадионе поприсутствовать. А как думаете, вот одна из игр будет проходить в Ростове? Готов ли наш город принять вот такое колоссальное мероприятие? Я не знаю, в подготовке к этому мероприятию. Ну, я думаю, что готов. Причем до Ростова территориально, если мне ехать из Воронежа, я бы даже с удовольствием поприсутствовал на игре здесь. Мне очень близко. Ну, если будете в нашем городе, мы вас ждем. Да. Да. И у нас в студии в том числе. Конечно же. С удовольствием. Да. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот в преддверии Нового года есть ли какие-то у вас планы, дела, которые вы вот срочно хотите завершить до Нового года? И как вообще относитесь к таким стереотипам, когда вот Новый год с чистого листа, без долгов, чтобы все дела нужно обязательно завершить? Ну, у меня, как правило, так и есть. Так и есть. Встретить Новый год. Самое главное, без долгов, да. В костюме Деда Мороза. Нет. Почему? Ну, для меня самое главное, может быть, конечно, это неправильно звучит, но доработать все запланированные туры, гастроли по городам, но, как правило, заканчиваются они где-то в 20-х числах декабря, и уже спокойно можно встречать Новый год. Вы суеверный человек? С чем это связано? Это не суеверие, а просто такая установка, может быть, с детства. Все проекты завершить? Ну, нет. Мне просто хочется, чтобы не оставлять за собой никаких хвостов. Потом, знаете, мы же очень часто любим, а ладно потом, а завтра, а послезавтра. И вот эти хвостики, потом они же накапливаются, и разгребать их очень сложно бывает. Потом забыл, и... Ну, надо как-то повнимательнее, да. Я сам к себе стараюсь в этом плане повнимательнее относиться, чтобы все завершить. Как будете встречать Новый год? Долги розданы, все спокойно. В кругу семьи? Да, в кругу семьи. Своей молодой семьи. Вот. К сожалению, времени у нас не осталось, а то, чтобы расспросить про молодую семью. И вот все. На самом интересном месте. Вот так вот. Ну что ж, рады были вас видеть. Искренне рады. Спасибо, что зашли в нашу студию к нам в гости. Я думаю, наши слушатели тоже были счастливы услышать вас. Желаю вам, конечно же, побольше новых песен. Спасибо. Всего самого наилучшего. А мы напоминаем, в нашей студии сегодня был Алексей Брянцев. Концерт которого состоится в 19.00 в Доме офицеров. Приходите. Приходите. ФМ на Дону. Реклама. Надоела плохая погода? Хочется отдать.